Салют, чуваки, всем добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами напишем, по крайней мере попробуем написать трючок в жанре, в стиле, который еще не очень популярный в России и его даже еще даже из популярных артистов никто не делал. Это джерк. По поводу битов и как это все появилось, я думаю, нет смысла особо говорить, потому что есть куча уже видосов, да, ну не куча, но есть видосы, которые уже делали чуваки русскоговорящие и вы можете их спокойно посмотреть. Сегодня же мы с вами попробуем записать вокал, свести под этот бит, покажу вам вообще в принципе, как это все делается и попробуем сделать это с нуля. Также, чуваки, если это видео наберет 1500 лайков и 300 комментов, то пресет и полностью весь готовый тимплейт с этого видео я залью себе в ТГ канал и также в группу ВК, поэтому обязательно подписывайтесь, следите. В ВК, если что, в группе там будет в обсуждениях. Поэтому имейте в виду, если вы хотите получить, то просто дайте хорошего активчика на этот видос. И также информация для тех, кто не любит ждать, не любит терпеть, такие как я, люди, сразу после видео вы сможете найти у меня на Boosty, поэтому обязательно также подписывайтесь на Boosty, там куча других моих пресетов. Со всех моих видео берете подписку, получаете, открываете себе всю стену, также можете посмотреть уровни подписки, их привилегии и так далее и тому подобное. В общем, найдете для себя много чё. Давайте с вами послушаем вообще, какой биток у нас здесь есть. Короче, типичный Jerk Type бит. И давайте с вами вообще сейчас попробуем что-то допридумать, записать на него. Закинем сразу автотюнчик сюда, чтобы себя слышать. Берем альтотенор, вот так у нас мажор, демажор, в тюн максимум, немножко химонезе добавим. И также следующим закинем сюда еще NS1 стерео. И закинем сюда какой-нибудь CLA, чисто накрутить громкости, чтобы себя слышать, спокойно можно было записать, а потом уже что-то делать. Давайте вот такие настройки примерно сделаем. Мне нравится вот эта часть голоса, я думаю, что под нее будем сводить. Давайте сейчас накинем Pro C, Pro C2, первичную компрессию, чтобы можно было немножко динамически наш голос выровнять. Для этого именно мы используем первую компрессию, чтобы самые какие-то такие моменты жесткие мы прям чуть-чуть подкорректировали. Я включу здесь опта. И далее мы с вами накинем это, конечно же, нашу Pro Q-шку. Нам нужно сделать первичную эквализацию. Оставим здесь немного места, чтобы просто не под корень здесь прям срезалось. Сразу слышу вот здесь чистоту, сразу эти горбы можно динамической. Вот это типичные вообще места в моем вокале, которые я постоянно... Ну это, наверное, у многих, но вот, короче, за собой я очень часто замечал. Вот эта чистота еще не очень приятная, я бы тоже немножко... Ну и также срежем верха чуть-чуть, потому что далее мы их будем поднимать. Эквалайзер красящий, и давайте здесь посмотрим. Мне нравится как пултек, он здесь, он прям вот высокий, частоты и низкие, он их очень качественно насыщает. То есть без всяких там каких-то лишних искажений, очень красивое делает. И особенно вот если в вашем голосе не хватает низа, то вот эти ручки просто аттенюацией и бустом вы можете настроить так, чтобы ваш голос будет очень плотный, толстый, жирный, вкусный. Так, в принципе, пойдет. У нас небольшой такой спидран. Второго эквалайзера я бы здесь еще использовал Mac EQ4, можно прям попробовать задрать вообще Air где-нибудь на 20. Можно вот так вот сделать. Давайте накинем Abbey Road сатуратор. Окей, пойдет. Включаем нашу компрессию, и давайте с вами настраивать ее. Так, делаем далее нашу еще одну эквализацию. После динамической обработки, после компрессоров у нас, опять же, вылезают различные всякие частоты снова поднимаются, поэтому мы их снова эквализируем. Дедка, мне нужно еще, она любит тузе. Я люблю, когда ты на мне, она курит тузе. Дедка, мне нужно еще, она любит тузе. Я люблю, когда ты на мне, она курит тузе. Окей, baby, lockbox, крылья на мой взгляд, я на мой взгляд, я на мой взгляд. Окей, baby, let's go. Она нахуя. И здесь можно немножко бумняще проконтролировать. Она говорит, что мой взгляд, она эксклюзив. Дедка, мне нужно еще, она любит тузе. Если хотите перегруза, просто берем софт-клипер. И у вас начинает голос под битом просто крашиться. Ну, это если кто любит такое. Также здесь в конце дейстер накинем понятные темы. Далее мы с вами делаем группу. Нажимаем правую кнопку мыши. Road to the track only. У нас создается групповой канал на 15-ом. Накинем здесь API 900. И далее мы делаем просто простым нажатием левой кнопкой мыши. Сэнди, только не с группы, а с лидом. Вот таким образом. И далее давайте настраивать лид. Используем здесь Элкспиру. Давайте перейдем ко второму. Plate. Тут прямо слышно очень сильное. Сильные горбы я бы просто вот так вот срезал. Можно накинуть еще вальхалы. Как основным ревером. Я люблю, когда ты на мне. Baby, I love me. Малышка такая, I'm crazy. Она говорит, что моя дело не из слезов. Детка, мне нужно еще, она любит тузы. Я люблю, когда ты на мне на коридозе. Окей, далее мы тыкаем сюда, делаем дилей. Можно сделать как у каких-нибудь SoundCloud артистов. Просто открыть высокие частоты. И я люблю, когда ты на мне. Baby, I love me. Yeah, yeah. Малышка такая, I'm crazy. Она говорит, что моя дело не из слезов. Детка, мне нужно еще, она любит тузы. Я люблю, на любит тузы. Просто если вам нужно сведение в стиле SoundCloud артистов, просто срезайте нить. Я люблю, когда ты на мне. И делайте вот так. Я люблю, когда ты на мне. Я люблю, когда ты на мне. Она говорит, что моя дело не из слезов. Детка, мне нужно еще, она любит тузы. Я люблю, когда ты на мне на коридозе. Окей, baby, let's go. Она нахуя. Она нахуя. Так, в принципе, дранчик под лид вокалом у нас подошел к концу. Далее давайте сейчас переключимся и будем придумать какие-то строчки. Детка, мне нужно еще, I feel like that. По-моему, прикольно получается. Я не знаю, блядь, тут текст полный абсурд. Похуй. Это ядли бы. Можно, короче, на даблах вот на этих вот сделать прикольный, чисто санклаудовский такой звучок. Срезаем вот так вот. Делаем вот так вот. И получаем чисто санклаудовские адлибы бэки. Мне все-таки надо низов поменьше, ой, верхов поменьше сделать. Вот так вот, например. Мне кажется, должно что-то быть. Погнали. Можно какой-нибудь эбби-роуд убрать и повесить сюда шейпер-бокс. Давайте с вами сделаем сейчас еще одни такие бэки, я бы сказал, назвал бы их. Срежем также верха, чтобы отдалить это все. Срежем немножко низо, но не все. Также здесь можно вместо эбби-роуд сатуратора поставить вальхаллу прямо сюда и размазать как-нибудь прям жестко. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, давайте послушаем, как звучит все вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-моему, заебись вообще звучит. Мне нравится, мне прикалывает, что здесь не суперкоммерческий звучок, но при этом достаточно качественно звучит, и можно записываться и выкладывать с таким звуком на площадке, при всем при этом. Мне нравится, как получилось у нас сделать вторую дорожку, адлибов вот таких, они полутелефонные, но, короче, вайбят, прям создают атмосферу. И также мне понравилось, как у нас получилось сделать атмосферный бэк, где можно забывать, где можно делать какие-то различные вокальные зарисовки, чтобы добавить какую-то эмоцию, короче, дополнительную дать нашей пачке и увести человека, когда он слушает, в другую какую-то эмоцию. Вот, прикольно получилось, джерк готов. Примерно, наверное, год назад я записывал видос по джерси-клабу, жанра, который выстрелил в 2022 году, и он действительно выстрелил это видео, джерк, на 2024 год. Я думаю, что этот джанрик все-таки выстрелит, и будут артисты делать в таком стиле трючки. Об этом говорил Токсис на вписке, что этот джанрик пока что сейчас не дооцененный и не заюзанный. Напомню, чтобы получить весь этот проект, вы можете оставить 1500 лайков на этом видосе. Вы можете оставить 300 комментариев, нет, вы не можете, вам нужно оставить такое количество лайков и комментариев. И этот проект и пресет я солью у себя в ТГшке, на которую бэмс, подписывайтесь. И также я солью все вот это к себе в группу ВК. Поэтому в группу тоже обязательно подписывайтесь. И смотрите, там, кстати, есть все мои пресеты с моих прям старых-старых видосов, когда я еще делал не на Boosty. Вот, поэтому можете, в принципе, почекать. Там еще я записывался не на Нойман, а на Rode NT1000. Let's get it! Ставьте классы и подписывайтесь обязательно на канал. А также еще забыл сказать, те, кто не хочет ждать, да, проект сразу же дропается в Boosty, как он выйдет на YouTube. То есть, если вы смотрите это видео, значит, этот проект уже есть на Boosty. И если вы не хотите ждать, пока он наберет какое-то количество лайков и комментариев, то можете просто взять подписочку на Boosty, и там вы сможете на стене что-то для себя донайти, потому что там огромное количество пресетов, проектов и так далее. И также посмотреть подписку под себя удобную. Ну и также не забывайте брать у меня сведения, потому что свожу я очень качественно, и все мои клиенты не дадутся врать охуенно. Вот, пожалуйста, QR-код. Вы можете отсканировать, посмотреть мое портфолио, полистать, какие проекты я делал. Там далеко не все, поверьте, я свел пиздец. Надеюсь, этот видос хорошо соберет, потому что я заебался, просмотры просто меня вообще душат. Желаю всем четко ворваться в этот учебный год и разнести его, импрунуться жестко. Желаю не проебать его и реально жестко ворваться, как в музыку, так и куда вы хотите вообще в принципе. В общем, всем удачи, всех люблю, обнял, до скорых видео, увидимся, пока. Был с вами Саим. Саим.